В те далекие времена, когда у каждого человека было свое место в жизни, далеко не каждый год к первомайской демонстрации появлялся первый листочек. А сейчас пробиваются уже в середине апреля. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Сегодняшняя «Алтайская правда» от имени редакции обращается к тем, кто, может быть, не заметил. Дорогие читатели, вы держите в руках обновленный номер «Алтайской правды». Он выполнен в новом дизайне. Газета стала более современной, красивой, воздушной, удобной для восприятия информации. Первую полосу украшает фотография. Ирина Роднина, губернатор и школьники. Школьные спортсмены поселка Пруцкой. «Комсомольская правда» сегодня подводит итоги тотального диктанта, прошедшего во всем мире и в Барнауле в субботу. Правда, пока без оценок. Желающих в этом году собралось более 600 человек. Текст диктанта в Барнауле на шести площадках читали известные педагоги, поэты и журналисты, в том числе ваша покорная слуга. По словам организаторов, особенно приятно было видеть тех, кто уже не в первый раз приходит проверять свою грамотность. Написал диктант на дому под диктовку корреспондента КП Марины Кочневой и столетний ученый Анатолий Васильевич Шестаков. Свои оценки ищите в интернете уже сегодня. Аргументы и факты в страстную неделю помещают статью о православном воспитании детей из коррекционной школы-интерната. Социальный педагог Покровского храма в Бийске Наталья Гарман уверена в том, что нормальные, духовно развитые родители никогда не откажутся от своего ребенка. Одна женщина, когда стала ходить в церковь и помогать нам в работе с детьми, как-то сказала, да, этим ребятишкам без храма погибель, рассказывает Наталья Гарман. С такими ребятами сложно, но оставаться в стороне от проблемы тоже нельзя, особенно верующим православным христианам. Ведь вера без дел мертва. Конец цитаты. Комсомольская правда тоже вовсю готовится к Пасхе. Вот даже наклейки на пасхальные яйца вложила в газету. В спецвыпуске «Пасха грядет», КП объясняет, что, где и как будет происходить в этот день в Барнауле и как туда добраться. Матушка Анастасия Микушина учит, как приготовить настоящую Пасху. Пошагово дается рецепт кулича, плюс несколько пасхальных рецептов от алтайских знаменитостей. Начали мы с диктанта и еще немного о грамотности и книгах. Московский комсомолец анонсирует «Библионочь», которая пройдет по всей стране на следующей неделе. Например, развлекательная программа «Библиоэкспресс. Книжная бессонница» в библиотеке имени Шишкова предназначена и для взрослых, и для детей. Гостям предоставят возможность попрактиковаться в китайской каллиграфии, посетить мастерскую художника, освоить техники декупажа и скраббукинга. Покажут спектакль по произведению Василия Шукшина. Полуночных книголюбов проведут в запретное книгохранилище. Покажут редкие издания и откроют секреты самых необычных книг фонда. Завершится ночь праздничным шайерверком. «Ночь в библиотеке» похоже на название триллера. А значит, интересно. Увидимся послезавтра. Счастливенько. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова